За прошедшие выходные жители Приангария перевели на счета телефонных мошенников свыше 4 миллионов рублей. С заявлением к полицейским обратились 10 человек из разных районов области. Чаще всего злоумышленники взламывали профили в мессенджерах и социальных сетях, а затем рассылали уведомления в списку контактов жертвы с просьбой занять денежные средства. Подобным образом пострадали трое жителей Приангария. Больше всего перечислил аферистом 22-летний иркутянин. Он в надежде заработать на инвестициях отправил на брокерский счет 1 миллион 900 тысяч рублей. Но вывести полученную прибыль не удалось. Личный кабинет оказался заблокирован. В Иркутской области за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 14 719 человек за неделю. Из них 9 609 – это дети. Гриппом заболел 21 человек. Об этом 18 марта 2024 года сообщает Роспотребнадзор по региону. Также в ведомстве сообщили, что показатель заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 45,9%. А вот число заболевших ковидом выросло на 13,8%. За неделю зарегистрировано 238 новых случаев. В дни очного голосования за объекты благоустройства свой выбор сделали 28 807 жителей региона. Проголосовать можно было в специальных пунктах с 15 по 17 марта. Очное голосование проводилось в 18 муниципальных образованиях, в которых расположены предлагаемые к благоустройству территории. Самым активным стало население Ангарского городского округа – Саянска, Иркутска, Тулуна, Устилимска и Тайшета. В пунктах работали волонтеры, которые рассказывали о проектах и помогали выбрать понравившиеся. У нас необходимо было выбрать один из трех дизайн проектов благоустройства сквера между улицей 50 лет в ЛКСМ и Братское шоссе. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году. Заучное голосование продлится до 30 марта на портале 38.городсреда.ру. Для авторизации необходимо быть зарегистрированным на госуслугах. Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». В Устилимске пришло время чистить крыши. За зиму на них выросли снежные шапки. А под весением солнцем стали образовываться сосульки и наледь. Обычно это входит в обязанности управляющей компании. Специалисты производят сброс снега согласно составленному графику адресов. Однако самодельные балконные козырьки коммунальщики не обслуживают. В этом случае собственники должны самостоятельно позаботиться о своевременной очистке своих конструкций. В противном случае предполагается ответственность за ущерб, причиненный вследствие его ненадлежащего содержания. Самая крупная служба города УИЖИКХ-2008 обращается к жителям. Если вы видите опасность обрушения снежных шапок, наледи с кровель или козырьков многоквартирных домов, то сообщите об этом по телефону 569-91-572-22. Или отправить фото на официальную электронную почту с указанием опасного адреса. 18 марта в Зеркальном зале Центра детского творчества стартовал муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года 2024». За звание борются 13 учащихся общеобразовательных учреждений города, а конкурс посовещен году семьи. В течение трех дней ребятам предстоит пройти ряд испытаний. Эссе, визитка, дебаты, решения кейсов, круглый стол, мастер-класс и хобби. Каждый из них раскрывает разные стороны участника. Их будет оценивать взрослая и детская жюри. 27 марта на сцене декана Имушина в финале конкурса претенденты на «Лучшего ученика года» продемонстрируют свои увлечения. Там же будет названо и имя победителя. Министерство спорта при Ангаре подвело итоги отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных, физкультурных и спортивных организаций. В этом году средства областного бюджета получат все 42 муниципалитета области. Государственная программа развития физической культуры и спорта действует с 2017 года. В этом году на закупку спортинвентаря и оборудование будет направлено в 18 миллионов рублей. До 8 апреля будут определены объемы средств для каждого муниципального образования. С 17 марта во Дворце культуры «Дружба» было многолюдно. Одновременно на разных площадках ФАЕДК шли различные мастер-классы, которые проводили специалисты творческого объединения «Мастера Элима». Благотворительные общественные организации «Шьем и вяжем на фронт Устилимск» – дома-интерната для инвалидов и престарелых лидер. Устилимцы активно принимали участие в мастер-классах, плели маскировочные сети, делали открытки для бойцов, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Свечи для них и различные подделки. Все подарки скоро уедут к нашим доблестным воинам. Кроме того, все желающие могли посетить выставку-продажу сувениров от мастеров Элима. Комитеты образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города 21 марта на базе школы номер 15 проведут муниципальный родительский форум «Ответственное родительство. Безопасное детство». Мероприятие посвящено году семьи. Программой форума предусмотрены стендовые доклады, планерное заседание, а также работа площадок по проблемным направлениям, безопасный интернет, здоровое поколение, проблема буллинга в школе и шаги ее решения, неудобные вопросы полового воспитания и другие. Для родителей детей и инвалидов будет проведена пресс-конференция, а председатель местной общественной организации «Совет женщин города Устилимска» представит проект «Здоровая семья в руках женщин». Дошкольные образовательные учреждения предлагают родителям и детям поучаствовать в фестивале «Практик. Крутая песочница. Человек играющий». На сайте народного конкурса «Гордой земли Иркутская» продолжается голосование за жителей Приангария, которым может гордиться регион. Подано более 600 заявок из всех регионов Приангария. Среди номинантов – жители Устилимска. Финалистов определяют всенародным онлайн-голосованием. Среди наших земляков – Борис Дерягин, врач-хирург Устилимской городской больницы. Татьяна Туранчиева – директор Устилимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг. Екатерина Игнатьева – общественный представитель, уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в городе Устилимске. Юрий Заматаев – председатель военно-патриотического клуба «Застава». Наталья Бахман – почетный гражданин города. Анастасия Хаймовская – волонтер. Поддержим наших земляков.